Жители села Красный Яр страдают от неприятного запаха, которым вынуждены дышать из-за несвоевременной очистки канализационной системы. Отходы из тока, которые переполняются за 2-3 дня, разливаются во дворе. В теплые дни из-за ужасного запаха трудно выходить на улицу и даже невозможно открыть окно, чтобы проветрить квартиру, рассказывают жильцы. Жители домов номер 58, 58А и 60 по улице Целиной, расположенных в селе Красный Яр, уже долгие годы находятся в конфликте. Причина – неочищаемая вовремя система канализации. Жильцы 58-го и 60-го домов вызывают спецмашину только один раз в неделю, при том, что необходимость появляется каждые два дня. За семь дней канализация переполняется, и все отходы выплывают наружу. А последствия видят жители дома номер 58А, расположенного ниже по улице. Они жалуются, устали призывать соседей к чистоте. «Бесполезно. Они не убирают. Потому что вот этот дом, например, стоит на вершине, и тот тоже на возвышенности. При заполнении септика поток от них идёт к нам, потому что наш дом ниже». «Проблема с тем, что нас заливает каждый год септик. Вот эти все дома, которые напротив нас, они на одной линии. И вот они не выкачивают свои отходы. Мы обращались к каждому Акиму, который был у нас здесь. Да, да, всё, просмотрим. Потом и в областной Акимат мы ездили тоже так же». По словам жильцов, прошло 32 года с тех пор, как возникла эта проблема. Особенно она обостряется в тёплое время весенние и летние месяцы. Проблему фекалий во дворе и неприятного запаха жители поднимали в местном Акимате и обращались к руководству области. Но внимание этому вопросу представители власти начали уделять только в этом году. «В беседе со специалистами отдела строительства города Кухшетау нам было сказано, что проект ведётся и проходит государственную экспертизу. Затем подаётся бюджетная заявка на выделение средств. Это вся информация, известная на сегодня. Мы вызвали специалистов городской эпидемиологической станции. Попытаемся призвать этих жителей к порядку таким образом». Проектно-сметная документация всё ещё разрабатывается. Когда она будет готова и начнётся работа, неизвестно. Ещё непонятно, какие меры могут быть приняты в отношении жильцов, виновных в затоплении соседнего двора. Этот вопрос также должен быть решён в ближайшее время. Эльмира Оспанова, Фариза Сылбекова, Медед Каиркенов, Бекжан Тулебек. Кокщаях парад.